Одной из причин широкого распространения исламского фундаментализма на Ближнем Востоке стало американское вторжение в Ирак. В ходе многолетней войны между штатами и Аль-Каидой в оккупированном Ираке произошел всплеск зеленого интернационала. Вести джихад против американцев съехались исламисты со всего мира. По стране расползлись сотни террористических организаций. Некоторые из них и объединились под лекалом ИГИЛ. В 2010 году администрация Обамы получила от арабийских монархий заказ на ликвидацию Башара Асада. Инструментом выступили умеренные сирийские оппозиционеры. ИГИЛ на момент своего оформления отдельной от Аль-Каидой группировки декларировал среди своих задач борьбу с Асадом, поэтому получил определенную поддержку от Соединенных Штатов, а именно полную беспрепятственность. Материально-техническую и финансовую подпитку будущее исламское государство получало от Турции и арабийских монархий. Пользуясь всем этим, ИГИЛ стал независимым от внешних сил игроком, особенно после получения контроля над сырьевой базой Сирии и Ирака, которая обеспечила полную самостоятельность. Разворот будущего исламского государства в сторону Ирака поставил под угрозу всю американскую стратегию в регионе. Целесообразность американской оккупации Ирака оказалась под вопросом. Колоссальные финансовые вложения Вашингтона стали одной из самых неоправданных и бесполезных инвестиций в новейшей истории. Имидж Соединенных Штатов как эффективного военного партнера оказался разрушен, а весь мир убедился, что у Америки нет союзников, кроме них самих. Результатом действий исламского государства в Ираке стало многократное усиление Ирана. Изначальная солидарность исламского государства и Соединенных Штатов по сирийскому вопросу со временем также была сведена на нет. Падение Асада и занятия подконтрольных сирийскому правительству территорий боевиками ИГИЛ приведет к геноциду населения западных и южных провинций страны. А предотвратить геноцид можно будет только путем проведения наземной военной операции, на что, разумеется, Штаты не готовы. Также падение Асада будет означать кратное усиление исламского государства за счет выхода к морским портам и доступу к оставшимся ресурсам. Расширение халифата начнется в сторону Мекки и Медины или за счет окончательного решения иракского вопроса. Это нанесет непоправимый удар по внешней политике Вашингтона. Однако, несмотря на то, что исламское государство обладает полноценным суверенитетом и проводит абсолютно независимую политику, оно по-прежнему является одним из инструментов Соединенных Штатов. За счет своего прямого или косвенного контроля над многочисленными группировками Ирака и Сирии, штаты все еще пытаются перекраивать карту региона. Посмотрим, как это у них получится.